Сколько получала прислуга? Граф и личный фотограф королевской семьи. Тайное послание на памятнике. Сегодня мы посетим Шатборо-Холл, которое находится в графстве Стафордшир. Пожалуй, начнем с кофе. Поместье принадлежало епископам Личфилда до распуска монастырей, после чего оно прошло через несколько рук, прежде чем было куплено в 1624 году Уильямом Энсеном, местным юристом и предком графов Личфилда. Поместье оставалось в собственности семьи Ансон на протяжении трех столетий. После смерти четвертого графа Личфилда в 1960 году поместье было передано национальному фонду. Оно открыто для публики и включает в себя зал, музей, огород и ферму. В конце 17 века внук Уильяма Энсена, которого также звали Уильям, снес существующий особняк и построил трехэтажное здание, которое до сих пор образует центральную часть зала. Старший сын Уильяма, Томас Энсен, в 40-х годах 18 века еще больше расширил дом, добавив два павильона по обе стороны от центрального блока. Младший брат Томаса профинансировал эти изменения. Адмирал Джордж Энсон, ставший лордом Энсеном и первым лордом Адмиралтейства. За свою военно-морскую карьеру накопил большое состояние принцесса Александрина Виктория Кенская, будущая королева Виктория, которой тогда было 13 лет, посетила Шукбора со своей матерью, герцогиней Кенской. Посетим ферму. Вход только для персонала и свиней. На табличке написано «Мармелад, персик и имбирь». Наши тамвордские свиньи, возможно, прячутся в своих кроватях, но, возможно, вам повезет увидеть их спящими под солнцем. Нам повезло. Пройдем дальше. Посмотрим старую мельницу. Показаны, какие типы водяных мельниц существовали. Ласточка с вилогнездо. Не волнуйтесь, надо подвескнуться. Вход только для персонала и куриц. Шиповник цветет. В этом году в Англии холодное начало лета. В Англии только два времени года. Темное – это зима. И светлое – это лето. А температура воздуха и осадки почти одинаковы круглый год. Подходим к башне ветров. Декоративная башня, построенная в XVIII веке. Эта восьмиугольная башня изначально стояла на острове посреди озера, к которому вели два декоративных моста. Курительная комната. Копия здания, которое находится в Афинах под названием «Часы Андроника Киреста». По тропинке подходим к Шатборо-Холлу. Бывшие конюшни. Часть дома, где жила прислуга и сам особняк. Красивые часы. Зайдем во двор. Магазин поддержанных книг. Как всегда, сувенирный магазин. Старенькие люди от входа до самого холла могут доехать на специальном автобусе. Зайдем в помещение, где располагалась прислуга. Здесь представлена обстановка конца 19-го, начала 20-го века. Мой стабилизатор опять начал дрожать. Видимо, что-то нехорошее есть в этих помещениях. Какие-то духи мертвых присутствуют тут. Пришлось дальше снимать держа телефон в руках. Интересны тарелки, на которых написаны должность, имя, прислуги и возраст. Зарплата, которая полагалась за год службы. Лакей Экономка Заместитель дворецкого Шеф – самый высокооплачиваемый, как я понял. Одежда прислуги Помещение, где хранилась мука и разные варенья и специи. Начищенная серебряная посуда для господ. Большая прачечная Вот что написано на этой простыне. Было приятно видеть Милорда в его наряде на этой неделе. Он, несомненно, произвел впечатление на своих гостей из Личфилда. Хотя я боюсь, что они испачкали наши лучшие скатерти. И ее светлость захочет приобрести новые. Нам предстоит собрать ужасающую сумму. В эту субботу и будет мало времени для отдыха в воскресенье. Пишет Мэри Халфпенни. Прачечная была не самым тяжелым местом для работы. Первоначально она находилась наверху, но ее пришлось перенести на нынешнее место по соображениям здоровья и безопасности. Здесь работала старшая прачка, и только она гладила одежду графа. Она также отвечала за сбор грязного белья и раздачу чистой одежды семье каждую субботу. Заходим на кухню. Глиняные горшки для чего-то. Непонятная дверь. А дверь? Куда? Что же? Дверь не спрашивает. Это так с утра. Что? На кухню. Я это не могу тебе поесть. Настреляли живности. Ракушки и панцири крабов. Кухонные горничные каждый день выстраивались в очередь, чтобы приветствовать шеф-повара словами «Доброе утро, месье». Каждое утро на большом столе для него стояла разделочная доска, все ножи и посуда. Шеф-повар готовил еду для семьи и гостей особняка, в то время как другой кухонный персонал готовил еду для домашнего персонала. Чудесная медная посуда. Медь по-прежнему является популярным металлом для изготовления кастрюль и сковородок, поскольку она очень хорошо проводит тепло. Раздельные раковины для мытья посуды, для мытья медной посуды и для мытья керамической фарфоровой посуды. Это фарфоровый фильтр для очистки воды. Этот бочонок служил для приготовления мороженого. В викторианские времена, чтобы приготовить мороженое, в это ведро нужно было насыпать лед и соль. Во внутреннюю чашу помещались сливки, сахар и клубника, если сезон, или ваниль. Затем крутили ручку от 45 минут до часа, в результате чего содержимое металлического контейнера перемешивалось и получалось мороженое. Мороженое нужно было съесть в течение нескольких часов после приготовления. Его подавали в доме для семьи, но не для прислуги. Заходим в усадьбу или холл, как это в Англии называют. Сотрудничая с исследователями, продолжается изучение истории объектов поместья, задавая такие вопросы. Как? Кто их создал? Как они были сделаны? Кто привез их в Шакбора и почему? Как они связаны с глобальной историей своего времени? От парковых памятников до китайского фарфора и растений в садах. Шакбора может быть поместьем, не имеющим выхода к морю, но его истории и объекты связаны по всему миру. Остановись, путник, на некоторое время и взгляни на того, кто путешествовал больше тебя почти по всему земному шару. Мы с Энсеном бороздили эти моря. В 2019 году была проведена масштабная реставрация каждой из росписей. Все картины написаны темперой прямо на натянутом холсте. Но кроме картины, на которой изображен Джордж Энсен, над камином, она написана маслом. Каждый холст был аккуратно вынут из рамы и аккуратно консервирован. Там, где краска начинала отслаиваться, ее осторожно укладывали обратно и герметизировали. Рамы каждой из картин также были приведены в порядок. В рамках этого проекта по консервации также удалось провести тщательное исследование картин, кто их заказал и где они могли быть написаны, и почему они были установлены именно в этой комнате в Шакборо. Китайские картины. Картины на этой стене выполнены акварелью натутовой бумаги, традиционной техники изготовления бумаги времен династии Сун, известной своим высоким качеством и прочностью. Даты этих картин, к сожалению, неизвестны. Но доподлинно известно, что они происходят из Китая. Красная гостиная особняка. В этой красивой комнате собрано множество предметов мебели и произведений искусства, специально созданных для украшения этого пространства. Эти диваны из позолоченного дерева, возможно, являются оригинальными диванами для комнаты. Огромное зеркало над камином и трюмо были изготовлены для этой комнаты и представляли собой большое технологическое достижение для того времени. Их перевезли одним большим куском и установили в позолоченные рамы. Представьте себе, что вы пытаетесь перевезти их из Лондона в Шукборо на телеге с лошадью. Знаменитая охота на лис. Популярное развлечение богатых англичан до недавнего времени. Недавно ее запретили. Картина. Видно Шакборо и парк. Томас и Джордж Энсон во многом отличались друг от друга, но в то же время оставались близкими на протяжении всей своей жизни. Они поддерживали и поощряли амбиции друг друга. Искали приключения, делились опытом. Один брат отправился на поиски рая, культуры и качества, другой на поиски денег, влияния и приключений. Их опыт вызывал необходимость запечатлеть мимолетные моменты времени и извлечь уроки из того, что они видели и делали. Они оба побывали в удивительных местах и увидели чудные и странные вещи, которые мало кто видел или когда-либо мог видеть. Они собирали эти вещи и подробно записывали, составляя карту своих путешествий. Это было то, что они считали лучшим из того, что мог предложить мир. Место, где приключения, путешествия и триумфы объединяются, чтобы создать идеальный рай. Уютная старинная библиотека поместье. Музыка 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 Насекомые вредители дома, с которыми постоянно борются. Музыка 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 Многие еще помнят прекрасные свадебные фотографии принца Чарльза и принцессы Дианы. Их сделал Патрик Энсон, пятый граф Личфилд, фотограф из семьи Энсон, Патрик Личфилд, троюродный брат короля. Личфилд Музыка 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 ДИНАМИЧНАЯ 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 МУЗЫКА